Всем привет, ребята! В прошлом видео я рассказывал о том, что купил живых куколок тропических бабочек, переоборудовал аквариум в бабочкариум, подвесил там куколок и принялся ждать, когда же начнут рождаться бабочки. Я очень надеялся заснять сам момент, когда бабочка выходит из куколки и как у нее расправляются крылья. Я установил камеру, которая передавала мне изображение на смартфон и постоянно заглядывал, не начался ли процесс, но ничего не происходило. И тут вдруг мне приходит уведомление, я открываю камеру и вижу, что бабочка уже родилась. Вот такое видео записала моя веб-камера. Оно, конечно, плохого качества, но все же многое можно рассмотреть. Бабочка выпала из кокона на дно аквариума и начала взбираться вверх по мешковине. Обратите внимание, как она взбирается, перебирает лапками и помогает себе брюшкам. В прошлой жизни она же была гусеницей. И, наверное, поэтому она так делает машинально, как будто она все еще гусеница. Когда я прибежал в студию, то бабочка уже выглядела вот так. Крылья уже наполовину расправились. И уже сейчас видно, что они будут очень красивые. Кстати, вы знаете, что это за желтая жидкость? Пока бабочка в коконе, она накапливает продукты жизнедеятельности внутри себя. И как только она выходит из кокона, то сразу же обильно ходит в туалет, выбрасывая все нечистоты наружу. Ой, посмотрите на этот кокон. Мне кажется, он тоже уже начал потихоньку раскрываться. И скоро у меня будет еще одна точно такая же бабочка. В общем, давайте подождем, пока крылья полностью расправятся. Ну что, ребята, бабочка практически обсохла. И давайте попробуем взять ее в руки. И, блин, я немножечко боюсь, потому что я никогда не держал такую огромную бабочку в руках. Попробую дать ей палец, пусть она... Ой, блин, ребята, я ее просто боюсь, ребята. Я ее боюсь. Капец. Я не знаю, я... Нет, все-таки я должен ее взять. Давай, держись за меня. Держись. Хватайся. Ой, она упала. Вот она, ребята. Блин, я взял ее. Я взял ее, ребята. Посмотрите, какая она огромная. Ребята, посмотрите. Капец. Это просто какой-то гигант. Она до конца еще не обсохла. У нее немного влажноватые крылья. Нужно быть очень-очень аккуратным. Посмотрите, она машет этими крыльями для того, чтобы они обсохли. Посмотрите на ее морду. Какие у нее огромные усы. Не усы, а я не знаю, что это такое. Блин, это прям какие-то локаторы. Судя по всему, это самец. Потому что у самок вот эти усики более тонкие. Кстати, самцы немного поменьше, самки побольше. Этот самец, вот смотрите, 22 сантиметра, ребята. Это просто какой-то гигант. Реально немного страшно, но на самом деле бояться нечего, потому что эта бабочка вас совершенно не может укусить. У нее нет рта. Представляете? Эти бабочки совершенно ничем не питаются. Вы знаете, это очень необычное ощущение держать в руках бабочку такого огромного размера. Мы привыкли совсем к другому размеру. А еще очень забавно знать, что за окном зима, мороз и снег. А у меня дома родилась огромная бабочка с острова Суматра. Я американский ученый домовок, следую на Суматру в поисках бабочек. Кстати, кто знает, из какого фильма это был отрывок. Суматру в поисках бабочек. Хорошая бабочка, хорошая, хорошая бабочка. Такие вот у нее рожки. Эй, бабочка, бабочка, дай мне лапку. Давай поздороваемся. Бабочка, ну дай лапку. Ну, что ты такая? Дай лапку, ну. О, спасибо. Привет, привет. Как тебя зовут? Ты бабочка? Очень приятно, царь. Царь, вот так, отпусти. Ничего себе, у нее такие коготки там. А примерно через час крылья нашей бабочки уже полностью выпрямились и стали такими, как и должны быть. Я отнес бабочку в ванную, так как там более влажный воздух, чем в комнате. А это очень важно, потому что эта бабочка обитает во влажных тропических лесах. Посмотрите, какая же она красавица. Смотрите, она даже летает. Правда, я прочел, что эти бабочки настолько тяжелые, что летают очень мало и недалеко, потому что быстро устают от полетов. Смотрите, вот эти светлые треугольники на крыльях оказываются прозрачные, как тонкий полиэтилен. И они просвещаются. Класс! А еще интересный факт. Смотрите, крылья изогнуты и имеют рисунок, имитирующий голову змеи. Это специально для того, чтобы отпугивать птиц и других хищников. Вот такая вот она бабочка-атлас. Одна из самых больших в мире бабочек. А у меня осталось еще 8 коконов, так что продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал, если вы все еще не подписаны, чтобы не пропустить продолжение. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!